Так, нашли и арестовали хакера, который слил GTA 6, и Челлу, который взломал мультимиллиардную компанию, который принес ей убытки в сотни миллионов из-за падения акций. Всего 17 лет! Это, конечно, удивительная история. Итак, утечки — это плохо. Мы об этом уже говорили. Rockstar до сих пор пожинают плоды того, что случилось неделю назад. Но, с другой стороны, я понимаю многих людей, которые радуются Сливу. Не в том плане, что Rockstar получили по заслугам, а в том, что люди наконец-то получили хоть что-то. Они ждут эту игру почти 10 лет. Фанаты серии супер-мега-эксайдет обаут из гейм. И иногда все доходило реально до каких-то крайностей. Вдумайтесь, где-то месяц люди обсуждали фото из ремастера трилогии GTA. Мол, это точно скрин GTA 6. Представляете, насколько сильно люди уже хотят получить инфу об этой игре. И окей, такое молчание от разработчиков было бы норм, если GTA 6 вышла через 5-6 лет после GTA 5. Но прошло много времени, и Rockstar ничего людям не дают. Хотя бы пару фактов. То, что люди будут обсуждать некоторое время. Просто покажите пару концепт-артов. Это скрасит ожидания людей. Если бы Take-Two так сделали, то Слив прошел бы менее болезненно. Но дело в том, что издатель имеет маркетинговый отдел, у которого детальный план, когда и как показать игру. И это настолько корпоративно, настолько безжизненно, настолько они себя повторяют, что просто уже неинтересно. Сперва идет расплывчатый анонс игры. Мы долгое время почти ничего про проект не знаем. А потом за месяц-два до релиза нас просто бомбят информацией. Ролики, статьи, интервью и крайне агрессивная и навязчивая реклама. Плакаты, стены больших домов, рекламные щиты, автобусы, бары. Куда бы ты ни пошел в крупных городах США, Европы и Азии, везде реклама игры Rockstar. На это тратится просто сотни миллионов долларов. А до этого годами идет просто полный информационный голод. Поэтому давайте в плане GTA 6 это исправим. Сегодня я вам дам представление о том, что это за игра. Расскажу 20 фактов про GTA 6. То, что точно известно об игре. И вам станет легче ее ждать. Но опять же, обсуждать футажи незавершенной игры мы не будем. В этом буквально ноль смысла. Но смысл есть в том, чтобы закупиться играми на GGSell. GGSell это торговая площадка, где вы можете по хорошей цене приобрести ключи и аккаунты у продавцов. Цены ниже, чем в Steam или любых других площадках, что безусловно поможет сэкономить. К примеру, аккаунт GTA 5 можно купить за 100 рублей, а ключ от него за 500 рублей. Плюс есть ключи на другие игры серии. Также в каталоге имеются все части Ассасина по хорошей цене. В общем, на GGSell вы найдете огромное количество разных игр от шутеров до RPG. При покупке вам стоит обращать внимание на количество продаж, на отзывы продавца и описание товара, чтобы правильно купить то, что вы хотите. А в случае чего вам поможет поддержка, которая все исправит, если вдруг аккаунт оказался нерабочим. Кроме того, вы сможете приобрести такой товар, как VPN или подписку на Netflix. На площадке представлено огромное количество товаров на всех платформах. Xbox Playstation также присутствует. Особенно на консолях получится взять игру намного дешевле. В общем, все ссылки находятся в описании. Начнем с локации. Место действия игры это наш любимый Vice City. На этот раз это будет его современная версия, а не 80-е. И при создании города, Rockstar опирались на свой опыт с Лос-Антесом. То есть в GTA 6 будет очень много мест из реальной жизни, как в пятой части. И мы много где получали Майами в играх с открытым миром. Но Майами Rockstar будет настолько детальным, настолько технологичным и крутым, что я думаю, это просто взорвет нам мозг. Еще в игре будут два главных героя. Джейсон и Люсия. Их история, опять же, опирается на Бонни и Клайда. В игре даже будет миссия под таким названием. И сюжетка GTA 6 обещает быть немного взрослее, чем в пятой части. Ну и как вы понимаете, играть можно за обоих персонажей. И эту фишку с переключением персов из GTA 5 улучшили очень сильно. Современное железо позволяет сделать переход между персонажами моментальным. Так что во время миссий придется постоянно это делать. Ибо у героев есть разные способности. Например, Джейсон может подсвечивать предметы для лута. Идея мне очень нравится. Ибо фишка в GTA 5 не была раскрыта полностью. В основном из-за железа. Вы же помните, что игра вышла еще на PlayStation 3 и Xbox 360. Еще так как это сеттинг современности, то вернутся все социальные взаимодействия. Например, смартфоны. В игре есть аналог WhatsApp. Называется Warap. И можно написать другу, чтобы он пришел в клубы и тому подобное. Всякие фишечки по типу покупки через интернет и прочее, все это станет проработаннее. И будет играть более значительную роль в геймплее. Ну и конечно будет теннис, гольф, качалка и прочие развлечения. И очень надеюсь, что они не сделают их одноразовыми, как в четвертой и пятой части. Хотелось бы какие-то миссии и сюжеты, связанные с этими активностями. Ибо это даст мотивацию попробовать все, что есть в игре. Как в серии Yakutsa. Где за каждой мини-игрой стоит какая-то история. Что касается боевки, то ее очень сильно изменили. Сама по себе стрельба стала глубже и красивее. А еще появился лимит на ношение оружия. То есть как в RDR 2, можно будет носить только ограниченное количество огнестрела. У героев, кстати, появится инвентарь. Плюс оружие будет видно на теле героя. То есть все, уже нельзя будет вытащить из кармана мини-ган. Так что в этом плане разработчики идут в реализм. А если история более серьезная, то думаю такое изменение как раз в тему. И кстати, каждый перс может иметь свое уникальное оружие. Но патроны общие. Но из-за мгновенного переключения просто представьте, насколько боевка может преобразиться. Допустим, Джейсон танк, а Люсия прикрывает. Ты попал в западню. Быстро переключился на второго персонажа. И помог первому герою. Новые ощущения от такого геймплея гарантированы. А учитывая, что улучшили рэгдолл, оружие стало круче ощущаться. Появились новые способности и так далее. То блин, просто не терпится попробовать эту боевку. Она имеет все шансы быть даже лучше, чем стрельба в Максе Пейне 3. Насчет карты игры известно, что она будет как минимум в 2 раза больше, чем в GTA 5. Многие уже на это крайне негативно отреагировали. И конечно, я согласен с поинтом, что мы хотим больше качества, а не количества. Но также тут такой момент, что большинство людей просто забывают, что GTA 5 вышла в 2013 году. Когда бум на гигантские открытые миры еще зарождался. Так что если карта GTA 6 будет в 2 раза больше, чем карта GTA 5, то это примерно 120-140 квадратных километров. То есть по размеру это как карта Вальгалы. Причем только Англия, без Америки, Норвегии и прочее. Это тоже конечно по размеру нормальная такая мапа. Но не стоит забывать, что GTA 6 будет делать большой упор на онлайн. Так что такой размер предиктован необходимостью. И еще факт про открытый мир. Последний. GTA 6 не даст нам только Vice City. В игре нам дадут полностью насладиться многими локациями Флориды. Будут маленькие поселения, леса, болота, водные пространства и так далее. Флорида сам по себе безумно красивый штат. И GTA 6 раскроет потенциал локации полностью. И у меня еще один интересный факт про открытый мир. Тогда я соврал, а сейчас реально последний. В игре будет очень большая и разнообразная фауна. В GTA всегда было мало животных. Максимум, что игра давала, это в четвертой части убить 200 голубей. И в пятой части по охоте на оленей. Но в GTA 6 будет совсем другой уровень. Везде будут птицы, хищники, как аллигаторы на болотах. И прочие животные по типу кабанов и енотов. И на них будут завязаны разные миссии. Но самое интересное, это Флорида. Это третий штат США по численности лошадей. Так что Rockstar просто не имели права не добавлять скакунов в GTA 6. И они будут. Так что когда будем на лошади скакать по болотам Флориды, то вайб окрестностей Сен-Дени из RDR 2 будет просто нереальным. Кстати, Rockstar еще в пятой части планировали лошадей. Но вырезали эту фишку. Еще Рокки переработали полицию. Копы станут жестче и умнее. Придется постараться, чтобы от них оторваться. Например, они будут запоминать в какой машине был герой. И передавать друг другу информацию об этом. Так что для того, чтобы уйти, надо бросить транспорт и спрятаться. Еще вернутся ограбления. Это вообще давняя фишка серии еще с Вайсити. И в GTA 6 должны быть лучшие ограбления в серии. В пятой части, будем честны, они довольно средние. Ни одна поинтересности не дотягивала до ограбления казино и Сан-Андреас. Особенно по части планирования. Так что на этих миссиях у меня большие надежды. Но в GTA 6 будут и новые фишки. Как, например, полноценный стелс. И честно признаться, в GTA я никогда не любил стелс. У меня до сих пор вьетнамские флешбеки из-за миссии Сан-Андреас. Где надо по стелсу ограбить старого полковника. Да и потом стелс-разрабы редко где использовали. Но на этот раз, как я понимаю, Rockstar вдохновились в Last of Us 2. Не знаю, будут ли прятки в кустах, но герои точно могут пригнуться. Ползти на животе и прочие стелсовые вещи. Надеюсь, стелс нормально реализует. И он будет раскрывать идею с переключением между героями. Вот, например, с одним героем начинаем шуметь. Все враги идут к нему. И пока он их отвлекает, мы переключаемся на второго перса. И по стелсу обходим и устраняем врагов. Звучит довольно весело. Еще как в RDR 2 можно будет взаимодействовать с NPC. Говорить с ними, вырубить, поднять на плечо, спрятать и прочее. Эти фишки я хотел еще в пятой части. Ибо даже на момент 2013 года эти фишки уже были в разных проектах. Как в том же Sleeping Dogs. Так что, видимо, Rockstar поняли, что отстают в плане таких возможностей. И решили исправиться. И это хорошо. Также транспорта в игре будет просто дофига. Нам дадут от обычных машин и спорткаров до разной экзотики. По типу судна на воздушной подушке и джетпака. В плане транспорта еще нас ждет детальная кастомизация всего и вся. Можно даже настроить высоту сидения и угол наклона зеркала заднего вида. Можно менять интерьеры и прочее. Редактор машин будет нереально глубоким. И звучит все это интересно. Но интереснее все же 15 факт. В игре возвращаются миссии странников и мистические задания. Их будет очень много. Известно точно, что нам дадут задания со складом с привидениями. Миссия с НЛО и секс-роботом. А также нужно будет искать скунсовую обезьяну. Это Бигфуд из Флориты. Мы знаем, насколько Рокстар все это любит. И из-за этого у блогеров по GTA будет очень много работы. Хотя, возможно, вместо этого они будут заниматься типичными для них вещами. Дамы и господа, сегодня 300-й юбилейный ролик про проверку деталей GTA. И мы проверим, можно ли засунуть в задницу аллигатора. Но помимо этого, в игре можно будет заниматься вещами, связанными с водой. В Вайс Сити можно будет плавать. Будет подводное исследование, рыбалка и прочее-прочее. Надеюсь, не заставит собрать 300 частей НЛО. Игра-сюжет нам будет немного серьезнее, чем GTA 5. Но все равно. В игре будет тот самый глупый рокстаровский юмор, которого мы любим уже много лет с еще оригинальной трилогией. Например, в одном футаже из GTA 6 двое чуваков спорили, а существует ли вообще такая страна, как Финляндия. А в другом диалоге? Челл говорит про то, что компания Life Invader, это аналог Фейсбука во вселенной GTA, собирает инфу про американцев и продает все-таки тайскому правительству. Короче, юмор и стек пацаны будут, и это не может не радовать. Еще один интересный факт, это бюджет GTA 6. И судя по сливам хакера, это всего лишь какие-то 2 миллиарда долларов. Это 24 Ведьмака 3. Это 20 Геншин Импактов. Или 6,5 Киберпанков. Это реально просто гигантская космическая сумма. Но с другой стороны, для GTA это вполне себе логично. Пятая часть окупила свой бюджет за пару часов, а шестая часть 2 миллиарда соберет, ну максимум за 2-3 дня. Если она еще не отобьет свой бюджет с предзаказов, это реально будет самая дорогая игра в истории. Также известны многие актеры озвучки GTA 6. Конкретно героев игры, Джейсона и Люсию, сыграют довольно талантливые Брайан Зампелло и Александра Эчавари, которая даже спалила это на своей страничке на IMDb. Она удалила потом, но интернет все помнит. В том числе последний, 20-й факт. Игра выйдет примерно в 2025 году. Это как раз стыкуется с информацией, которую мы получали в начале этого года. Take-Two, как и любая компания, обязана отчитаться перед инвесторами. И по их словам, где-то в районе 2024-2025 года у издателя будет очень большой рост прибыли. И это естественно за счет Бенгера. А кроме GTA 6 у Rockstar ничего нет на данный момент. Так что все опять же складывается. А учитывая то, что был слив и возможно некоторые задержки, то релиз через 3 года кажется вполне себе нормой. И черт подери, я хочу поиграть в эту игру. И самое главное, когда я понял что и когда ждать, то мне стало намного легче. Теперь есть о чем подумать, есть о чем поразмыслить. Я не жду больше абстракцию. Я жду одну из лучших игр в истории. И надеюсь я помог вам более-менее понять, что за игра будет в GTA 6. Если это так, то поддержите лайком и подпиской. Для меня это очень важно. Заходите в мой ламповый телеграм-канал, там много мемов и новостей. И до скорого, ребята. Субтитры сделал DimaTorzok